Все дело в том, что люди искусства не должны позволять делать из себя инструмент в чьей-то игре большой и борьбе. Мне кажется, что это главное, чего быть не должно. Притом, чаще всего это же происходит неосознанно, не то чтобы те же Пуссера, например, осознавали четко, что они часть чьего-то плана. Ну, конечно, нет, они же делали это абсолютно искренне. Притом, ситуация вокруг них была выстроена так, что они пришли к той точке на карте и во времени, где сделали то, чего сделали, не считая себя чьим-либо инструментом. Мне кажется, что искусство должно, конечно, сторониться манипуляторов и стремиться всеми силами сохранить какие-то истинные ценности. Причем, это вот опять понятие, которое надо расшифровывать в долгой многочасовой беседе, но все-таки, еще раз, чистое искусство, настолько, насколько оно возможно, отделенное от чьих-то политических целей и амбиций, оно, на мой взгляд, всегда было, есть и будет. Оно имеет право не только на существование в моменте, но и в завтрашнем дне. Искусство политизированное, за которое простым языком кто-то платит, а всегда кто-то платит, надо только понимать цели заказчика. Искусство политизированное, оно имеет все шансы исчезнуть через очень короткое время, потому что это конъюнктурка. Это вот сейчас, да, вот так, а завтра уже совсем по-другому. Поэтому, если говорить про, смотреть на эту ситуацию с позиции художника, то, наверное, если цель его, так сказать, оставить после себя что-то значимое, создать, то, наверное, надо бежать бегом от политики, стараться действовать чуть-чуть на другой просто поляне. Если задача, так сказать, найти, где деньги зарыты, то, наверное, так сказать, да, в той самой стране дураков, где деньги раздают за творчество, так сказать, эти наивные люди, какие-то наивные люди могут полагать, что за это ничего не спросят. Ну, то есть, вот как-то так. Все-таки искусство, было бы здорово, чтобы оно стоило в сторонке от политики. То есть, мне очень больно иногда смотреть на каких-то людей, на какие-то конкретные большие серьезные работы, в которые вложена душа. И со стороны глядя, так сказать, понятно, что это, к сожалению, опять результат чьей-то манипуляции. Вот творец, который, так сказать, действительно в эту историю занырнул, искренне, откровенно, так сказать, пытался сделать все, ну, в соответствии со своими внутренними убеждениями, взглядами, максимально круто. Вот он действительно нашел в себе силы сделать какое-то высказывание. Иногда бывает так, что со стороны понятно, что высказывание кем-то спровоцировано, так сказать, вовремя подогрето, вовремя потом представлено в правильном ключе. Иногда бывает так, что человек сделал какой-то художественный, создал какой-то художественный объект, какое-то произведение. Потом этому произведению, так сказать, придается совершенно другое значение. В общем, по-всякому бывает, но вот не быть, собственно, предметом манипуляции, мне кажется, это чуть ли не главная цель любого художника. Создать что-то ценное и не быть предметом манипуляции при этом. Вот такая парадигма творчества мне лично близка и, мне кажется, наиболее корректной. Есть интересы страны как некой общности людей, территориальной, ресурсной, есть интересы других стран. И вот мне кажется, что именно в этой плоскости сейчас разыгрываются самые большие ставки в этой игре, где действительно какие-то силы поддерживают вектор развития России как государства. И есть силы, которые поддерживают вектор развала России как государства, потому что она просто не важна, не нужна и мешает, и действительно непонятно, откуда взявшийся вдруг на повестке дня еще один центр тяжести во всей этой сбалансированной, уже такой приятно устоявшейся системе координат. Зачем они нужны? То есть тут, мне кажется, все-таки от этой геополитики большой никуда не уйти. Она звучит, звучат эти тезисы уже немножечко тошнотворно, в силу того, что они обсуждаемы в разных ракурсах на всех площадках, но если говорить, откуда ноги растут, ну никуда от этого не деться. Вот повестка дня возникает в основном на трение этих глобальных платформ национальной и, грубо говоря, платформы интересов какого-то такого конгломерата западного. Никуда не деться. Здесь основные искры, здесь в ход идут и политики, и художники, и все что угодно. Но на войне как на войне. Мне кажется, надо это понимать и быть адекватным этой ситуацией, не воспринимать ее как беду, трагедию. Не знаю, американцы живут в постоянном управляемом во всех фактических аспектах пространстве долгие годы и не считают себя несчастными. Именно потому что это управление осуществляется каким-то очень точечным образом. Кинематограф выстраивает определенную систему ценностей, доносит ее. Это примерно как наш совок, в котором тоже все было выстроено. Мы сейчас, отойдя на определенное количество нас, на 30 лет от него отойдя, оглядываемся, понимаем, что да, была в этом манипуляция. Но каких масштабов манипуляции сознанием происходит сейчас в мировом масштабе, мы, боюсь, не поймем. Потому что эта система координат, она вряд ли при нас зарушится. Но потом, со стороны, глядя потомки нашей, изучая историю, будут понимать, конечно, что происходили глобальные вообще вещи. И людей, как баранов, причем не то, что там миллионы, в какой-то маленькой стороне, а миллиарды, просто по всему миру толкали, так сказать, то в одну, то в другую сторону, рассказываем, что черное – это белое, белое – это черное. При всей сложности вот такой, как бы, этой игры, мне кажется, что для каждого конкретного человека все равно все должно сводиться к тому, что, так сказать, он считает правильным для себя, для своих детей, для своего района, города и страны. И вот, в принципе, на этом, мне кажется, лучше поставить точку, потому что, если пытаться размышлять о мировых масштабах, можно просто сойти с ума, потратив какое-то нерациональное количество времени и сил на это. Ну вот, кажется, как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любознательность и желание знать, что происходит у ближнего, сравнивать себя с людьми, находящимися рядом, и не совсем рядом с теми людьми, которые в каких-то составляющих являются своими идеалами. Это очень естественное желание. Настолько естественное, что действительно доминирует над многими другими, тоже достаточно примитивными желаниями, которые, так сказать, определяют векторы масс-медийной, если мы про это будем говорить. Так что желтая пресса существовала, по-моему, тогда, когда на камнях царапали, или просто камнями кидались друг в друга, пытаясь передать таким образом сообщения. Ну, и нас переживет, и мне кажется, что в летающие тарелки, когда на них будут перемещаться люди, так сказать, мало используют для этого землю, по которой тяжело ходить, они будут между собой тоже обмениваться, так сказать, какими-то сообщениями о том, кто с кем, а вот тот на какой крутой тарелке повез свою, значит, девушку на Марс, невозможно представить вообще, откуда она его зацепила, со что-нибудь типа того. Я не сомневаюсь, что это все будет, при том, да, кстати, живет в головах девушек в основном, желтизна вся, мужики все-таки прагматичные, логичные и менее подвержены этой болезни. Для меня медийность это скорее обременение обузы, и я не могу сказать, что общение с прессой и внимание прессы ко мне, к моей личной жизни меня сильно радует. В первую очередь, потому что публичность не является частью моей профессии, как, например, певцы, артисты, вот они как раз представители тех профессий, которым публичность нужна, потому что если их не знают, не любят, не имеют к ним какого-то персонального такого отношения, то и, в общем, не будут следить за их творчеством, а это ровно тот самый продукт, которым они торгуют, и будут они бедные, несчастные, никому не нужные. У меня другая стезя, поэтому для меня все-таки публичность это скорее обременительная какая-то обязанность, и, к счастью, она не так велика. Вы знаете, про это даже и говорить, честно, смешно, но при этом, хоть все равно, если мы с вами сейчас общаемся, то это, наверное, часть того, о чем вы спросили, и с вами общаться приятно, окей, но, в принципе, когда про тебя начинают рассказывать небылицы в желтой прессе, которой просто надо чем-то питаться, и она, соответственно, если в какой-то промежуток времени не имеет конкретного информационного повода, реального, реально, так сказать, случившегося, возникшего, то, так сказать, дальше начинают генерить эти поводы, так сказать, и генерят их чаще всего люди неталантливые, потому что, так получилось, что на настоящий момент в желтую прессу чаще всего представляют журналисты не самые лучшие, потому что те, кто получше, поскладнее пишет, поумней, так сказать, пошли в другие сегменты журналистики, и вот начинается, так сказать, такое, что и читать тяжело, иногда и с точки зрения русского языка все не сложилось, а уж с точки зрения смысла логики вообще лучше не рассматривать. Вот такая публичность, я подозреваю, что никого не радует, хотя, еще раз повторю, для некоторых профессий она неотъемлема. Ну, для меня нет, поэтому действительно не сильно радует. Очень много активности последние годы, связанные с выступлениями, лекциями, с такими форматами, где ты можешь поделиться опытом. Вот это для меня реально крутая история. Это то, что и полезно, и интересно мне, потому что, рассказывая, я систематизирую свои знания, и я чувствую в этом смысл, потому что, действительно, прожив что-то, я могу, наверное, правильно донести эту информацию до людей, которым она вот вдруг попадет в нужный момент их жизни, могу чем-то помочь. И вот это действительно интересная для меня история, и я развил эту часть своей активности до буквально каких-то космических размеров, сейчас делая курс, не делая, а, собственно, ну, я куратор по программе курса MBA по специализации индустрии развлечений в МГИМО. Это очень серьезный вуз, это очень серьезный курс, очень серьезная методология положена в его основу, и то, что у меня в голове по разным полочкам, а иногда просто в таких темных углах лежало с точки зрения знания, понимания каких-то отдельных составляющих моей продюсерской профессии, сейчас пригодилось, будучи систематизированным уже. И, там, не знаю, мои отношения, например, какие-то мне вот в этом проекте удается конвертировать в набор лекторов, спикеров. То есть здесь прямо вот нарастает мясо, причем я вижу в этом действительно какую-то здоровую такую, даже научную составляющую, потому что большая проблема, ну, на мой взгляд, в России сейчас заключается в том, что все, что связано с развлечениями, делается на глазок. Очень часто основывается только на некой вкусовщинке тех, кто, даже не тех, кто делает чаще всего, а тех, кто вкладывает деньги. И те, кто делает, может быть, имея какое-то более продвинутое понимание, все равно вынуждены руководствоваться, так сказать, задачей заказчика. Вот эта ситуация, она как раз, ну, не то чтобы требует, она, ее можно каким-то образом конструктивно менять, если применять логику, методологию, так сказать, научную, мировую, принятую в мире, приносить сюда знания мировые и систематизировать те, которые накоплены здесь в России лучшими специалистами. Вот такой массив информации может быть очень полезен и интересен, и полезен в практической плоскости. Вот этим вот сейчас, так сказать, занимаюсь. Такая активность публичная, мне, правда, страшно нравится. Такая активность публичная, мне, правда, страшно нравится. Практически все обучение связано с разными просто формами развлечений. То есть ребенка заставить учиться в академическом понятии за партой, с тетрадкой до какого-то возраста вообще невозможно. Дальше возможно, но неэффективно, как мы знаем теперь, услышав о модели финнов. Во взрослом возрасте, в общем, примерно так же. Когда приходят на MBA взрослые люди с своим жизненным опытом, с желанием получить какую-то новую информацию, и не просто получить, куда-то положить и забыть через короткое время, а ее использовать дальше, это, в общем, та плодородная почва, которая, вот это же тоже своего рода, так сказать, аттракцион. Понимаете, как это к базовому образованию, которое является вот такой жизненной потребностью, не имеет отношения уже. Это все-таки тоже, так сказать, на мой взгляд, частично энтертеймент. Так вот, если говорить шире, то, ну, безусловно, и телевидение, и кино, и, там, в первую очередь, литература, которая вообще смыслы чаще всего и формирует, иногда ретранслируя их через кино, дальше через телек, многие просто довольны тем, что получают эти смыслы, заложенные какими-то крутыми авторами в виде телевизионного продукта, на самом деле, так сказать, за этим стоит, не знаю, фильм, книга. Вот, так сказать, ну, как можно сказать, что такого рода развлечения, искусство, которое, так сказать, тоже служит иногда для просто времяпрепровождения и развлечения, так сказать, как можно сказать, что они не влияют на развитие конкретного человека и общества? Конечно, влияют. Поэтому развлечение, история, штука серьезная. И заниматься ей надо серьезно, и, ну, либо, так сказать, наверное, не заниматься. Это во всем так, но в развлечениях про это стоит отдельно говорить, потому что считается, что, так сказать, не знаю, снимать кино или развлекательные какие-то заведения открывать. Можно просто, когда тебе захотелось, и ты подумал, что вот, да, я же много там ходил по каким-то клубам, окей, я знаю, как сделать клуб, сейчас я его открою. Это все не так, конечно. Это все беда, потому что клуб, это, во-первых, бизнес, надо понимать, как будет построена эта бизнес-модель. Это компания, где есть набор людей, и ими надо управлять. Это такое конкретное, так сказать, просто управление персоналом, конкретная вполне наука. То есть вот развлечения иногда состоят из каких-то очень сложных составляющих. Ну, в общем, как и кино. Одно, наверное, из самых сложных за последнее время развившихся гипертрофированных размеров развлечений. Тоже очень сложный, там тоже за картинкой стоит труд огромного количества людей, обладающих самыми разными специализациями. Антон очень серьезный человек, к чему мнению я прислушиваюсь всегда. Но у меня вот есть еще небольшой свой как бы нюанс восприятия этой темы. Я думаю и уверен, потому что, да, действительно, авторское кино – это для России тот сегмент, который у нас никто не отберет. Потому что у нас были, есть и будут умные авторы, умные режиссеры, талантливые, талантливые артисты. И, дай бог, всегда найдутся деньги для того, чтобы такое кино снимать. Потому что это деньги небольшие. Иногда авторское кино делается не какими-то компаниями, а за счет денег частных. И действительно, это тот сегмент, в котором нету таких глобальных, гигантских финансовых рисков, как в кино коммерческом. Но, если говорить глобально про российское кино, то, наверное, не сегментом авторского кино оно живо. И не в этом сегменте заложен наибольший потенциал роста. Все-таки там, где наибольшая аудитория, там и потенциал этот скрыт. То, что российское кино в России, к сожалению, не пользуется большим авторитетом, это заслуга самых разных, даже не людей, а разных обстоятельств, частью из которых были 90-е, когда была разрушена индустрия, частью из которых являются кинопроизводители и прошлых дней, и сегодняшних дней, которые относятся к кино как к ремеслу и не очень его любя, стремясь заработать на этом деньги, делают тот продукт, который зрителя не убеждает или наоборот разочаровывает и отталкивает от того, чтобы в следующий раз повторить поход на российское кино. Но я просто точно должен сказать, что вот сейчас у меня это ощущение уже оформилось в какую-то почти уверенность, что в коммерческом сегменте сформировался пул продюсеров, в первую очередь, ну и режиссеров, которые готовы, раньше делая, например, авторское кино, сейчас приходить, готовы в коммерческие сегменты делать хорошие прокатные картины. И успешные большие картины последних лет, я вот аж со Сталинграда бы начал, и «Легенда», и «Экипаж», и из последних это, безусловно, «Дуэлянт», просто великолепная, так сказать, картина, которая сочетает в себе все положительные качества кино авторского, так сказать, это прямо вот авторский фильм. Но ровно так, как вот я, так сказать, обожаю, когда в Голливуде появляются такие бриллиантики, крайне редко, когда авторское кино выходит в формате действительно большого прокатного фильма и собирает гигантскую аудиторию. С аудиторией у нас сложнее все, потому что вообще сложные жанры, а там действительно такая историческая драма, нуарная, невероятно атмосферная, невероятно красивая. Значит, они, ну, наверное, для восприятия совсем массового зрителя тяжелы, «Хотя я тоже не верю в это». В общем, мне кажется, что если говорить, закончить эту мысль конкретно про «Дуэлянта», то вот его результаты в прокате, они не совсем все-таки объективны и не имеют отношения к фильму напрямую, и к его продвижению даже. Имеют они все-таки отношение к тому, что зритель не сильно, российский, не очень, не настолько, как хотелось бы, доверяет российскому кинопроизводителю. Вот мне кажется, в этом беда. То есть, фильм, как российский, решили не смотреть. Ладно, не пойдем. Может быть, конечно, это все-таки действительно жанр, действительно привязка к вот к этой исторической, именно к костюмированной драме. может быть, это тоже сыграло свою роль. Но удивительно и обидно. Так вот, вчерашнее впечатление эмоций премьера фильма «Ледокол». Ну, прекраснейшее просто кино, жанровое, так сказать. А вот в коммерческом сегменте именно жанровым кино, так сказать, ну, как бы и достигаются какие-то основные результаты. Это вот в прокате основной, как раз-таки, объем денег, жанровые фильмы. Это прекрасный экшен, притом, ну, настолько вообще напряженный. И профессионально сделанный, и драматически выверенный. И во всем диапазоне эмоций, заставляющих зрителя, так сказать, просто со стопроцентным вовлечением просидеть два часа. Великолепное просто кино, просто прекрасное. Очень надеюсь, что у него, кстати, будет хорошая прокатная судьба и будут хорошие сборы. Ну, в общем, вот, учитывая, что вот такая последовательность фильмов за последние годы появилась, такой набор действительно крутых картин, серьезных, очень больших, мне кажется, что можно говорить про то, что и коммерческое российское кино тоже потихонечку растет, поднимается с колен. При этом, конечно, фоном идет, так сказать, такой вот слабенький пласт средненьких картин, которые действительно не вызывают у зрителя доверия. Но делаются они, безусловно, с полной отдачей. Я не верю в то, что, так сказать, есть люди, которые прям совсем наплевают. Ну, все же по-своему, как каждый по-своему делал, там, картину старается. Ну, просто это вот может быть не совсем те люди иногда, так сказать, которым надо было бы стараться. Может, в чем-то другом стоило бы постараться. Ну, выкристаллизовывается вот в индустрии такой сегмент, в первую очередь, действительно людей, которые могут делать большие блокбастеры. И, так сказать, у меня это вызывает веру в завтрашний день российского кино. Вот последние, так сказать, эти релизы, просто последние премьеры меня в этом уже окончательно убедили. Я вот теперь в этой парадигме существую. До тех пор, пока ее что-то не опровергнет, я буду надеяться, что у коммерческого кино есть светлое будущее в России. Вот даже в той непростой экономической ситуации, в которой сейчас все находятся. Грядет в ближайшее время, кстати, притяжение, большой фильм Бондарчука, в который он вложил огромное количество сил, времени, технологий. Это, ну, правда, поверьте, глобальные, так сказать, какие-то усилия. И Федор Сергеевич просто сделал, по-моему, шедевр. Посмотрим, так сказать, как будет воспринимать зритель, потому что его оценка важнее любой оценки людей из индустрии, безусловно. Но вот очень рассчитываю, что это тоже, так сказать, в линейку больших прокатных релизов встающая картина. Прямо тоже должно быть очередное достижение наше и творческое, и кассовое. В советское время фильмы и до телевидения это все через все способы контакта человека доносили определенную систему ценностей. Одной из важных составляющих была учеба, так сказать, причем как ценность такая непроходящая и постоянная. человек на протяжении всей жизни фактически учился. Сначала в школе, потом в институте, потом приходил на производство, что-то осваивал, потом он мог идти еще получать какое-то дополнительное образование. То есть обучение в самых разных формах оно предполагалось в очень длительном отрезке времени. Сейчас мы прожили какие-то мутные и смутные времена, и мне кажется и хочется надеяться, что мы выходим все-таки в другой какой-то мир, где действительно нас окружает уже система ценностей, в которой много нематериальных составляющих. не только что ты одел, на чем ты ездишь, что ты ешь, где ты живешь. Не только вот эта вся ерунда ежедневная занимает людей, а ценности, связанные с уровнем образования, с тем уровнем образования, которое ты можешь дать своим детям. Это действительно уже сейчас значимые какие-то понятия, и мне кажется, что, конечно, через средства массовой коммуникации систему ценностей такую носить важно и можно. Ведь героев формирует какой-то абстрактный достаточно образ, но в то же время потом преломляющийся в сотне конкретных тысяч, миллионов конкретных моделей жизненных образ героя, он начинается, ну, чаще, правда, из литературы, но и из кино, если это просто сценарий, а не роман, экранизированный, какое-то литературное произведение. Конечно, да, конечно, мне кажется, что тут руководствуясь запросом времени, кино должно такие модели предлагать зрителю, ну, и в принципе предлагает, да, то есть в последних, тех самых успешных картинах, про которые я сейчас говорил, там везде есть герои, которые прямо ролевые герои, для аудитории это вот какие-то ролевые модели, и это важно, и надеюсь, что такие фильмы будут еще, что у нас не путаны, и бандюганы, как в 90-х будут героями, а круто выучившиеся, что-то, так сказать, придумавшие, что-то сделавшие, так сказать, люди, создавшие ценность для общества, так сказать, это все-таки становится важным, правда, и мне кажется, что герои общества, те самые медийные, очень часто сейчас, так сказать, чаще сейчас, чем раньше, это люди, которые действительно чего-то сделали, это бизнесмены крутые, которые построили большие бизнесы, это, там, не знаю, ну, люди, действительно что-то сделавшие, какие-то авторы, что-то написавшие, снявшие, артисты, действительно, предложившие какие-то прекрасные, сделавшие какие-то прекрасные роли, то есть, в принципе, вот меняется эта среда по сравнению с тем, что было в 2000-х и в 90-х, и мне кажется, эта динамика, она важна, если так и продолжится, завтра, так сказать, мы будем, ну, в общем, иметь возможность среди тех людей, которым мы гордимся, увидеть значительно, людей, значительно больше таких практических профессий, ну, и вот, если это где-то пахнет возвратом к прошлому, то я за такой возврат, потому что люди, труда, как бы это банально не звучало, да, на них все строится, и на этой идеологии ежедневного труда и достижения результата, так сказать, мир строился тогда, мир строится сейчас, еще, мне кажется, и через сотни лет будет на ней же стоять. В комедиях, так сказать, сюжеты такие производственные очень часто уже попадаются, и производственная драма чуть сложнее, так сказать, вообще с драмами сложнее, так сказать, потому что это кино, так сказать, ну, менее развлекательное, что ли, меньше попадающее в категорию visual entertainment, которая сейчас прямо прет взрывообразно, так сказать, которую стоит смотреть в 3D, IMAX, так сказать, 7D, когда тебе еще водички поливают и ветром обдувают, ну, в общем, про драму, это немножечко все-таки жанр, как мне кажется, прошлого века, конца прошлого века, когда, так сказать, совершенно другие объемы информации человек получал, другими способами, и была важнее история человеческая, нежели действительно развлечение. Сейчас истории человеческие попадают в тебя каким-то другим способом, а в кино ты приходишь просто выдохнуть, расслабиться, что-то посмотреть, то есть, ну, так, по крайней мере, развивается эта индустрия мировая, к сожалению, или к счастью, но просто по факту. Главный двигатель прогресса это все-таки отношения между полами, они тоже не могут быть виртуализированы полностью. Я не верю, это все действительно какая-то антиутопия, если что-то похожее будет происходить, то только через очень большой промежуток времени, когда технологический прогресс сделает, не знаю, например, физические тела наши в силу их слабости и совершенства ненужными просто и удастся вычленить как бы из вот этой вот оболочки чистое сознание поселить его в какой-то достаточно абстрактный виртуальный мир. Может быть, но, так сказать, через сколько тысяч лет это случится? Сотен, не знаю. Ну, если когда-то до таких высот дойдет наука, то, наверное, вероятность того, что вся жизнь будет в большей степени в виртуальной плоскости происходить. Сейчас, мне кажется, это просто такой качок человечества в сторону цифровых технологий, в сторону нереального вот этого общения виртуального бесконечно наевшись и понимая, поняв, осознав реальную ценность виртуального общения, неизбежно, мне кажется, произойдет откат к общению настоящему, реальному. Притом, у большой прослойки населения этот возврат уже случился, и люди знают, в какой момент надо просто выключить и убрать телефоны, начать просто говорить, смотреть в глаза, общаться, получать от этого удовольствие, а не перелистывая судорожные еще 10 новостей в ленте, еще 10, еще трону на этот ролик, ладно, посмотрю, не могу больше досмотреть, еще прочитаю следующие три строчки, но этими обрывками получать информацию, не видя за ней ни людей, не улавливая даже смысла, это же правда тупая трата времени, просто на осознание этого требуется какое-то количество времени, а потом еще какое-то количество времени на то, чтобы избавиться от этой зависимости, но я вот, не в полной мере избавился, при том, что осознаю эту зависимость свою, очень хорошо, она действительно существует, соцсети, общение, даже не столько общение, сколько вот соцсети как источник информации, опасная штука, просто засасывающая, реальный мир к себе заберет обратно, вопрос только как, в какой форме, и главное все-таки, чтобы встреча с ним не превращалась в столкновение и была достаточно комфортной и подготовленной, то есть вот с точки зрения детей, мне кажется, это единственная проблема, которой действительно стоит заниматься, чтобы не пытаться ребенка огородить, потому что невозможно, не получится, заставить его сидеть тоннами и перелистывать книги, но он просто среди своих одноклассников будет настоящей белой вороной, не факт, что с ними сможет найти общий язык, просто на разных языках будет говорить, а вот как раз сделать так, чтобы ему какие-то конкретные вещи понравились в реале, чтобы он умел туда через эти мостики достаточно часто приходить, ну вот если ты показал дорожку, человек потом сможет по ней ходить, если он никогда по ней не ходил, если для него реальная жизнь это сплошная боль, унижение и проблемы, так часто бывает, школа это вот прямо боль, и ребенок с этим пониманием, отношением живет, потом институт, опять боль, опять тебя принуждают, опять я не хочу всего этого, мне нужно встать, не знаю, в семь, ехать, сесть, слушать, непонятно зачем, прийти еще сидеть, читать книжки, ну в общем, вот если не ломать, а какие-то создавать мостики в детстве, то мне кажется, что и виртуальные технологии не будут опасностью, а будут как раз создавать массив дополнительных возможностей, по сути, они для этого и придумывались, и могут быть так использованы, если не говорить о крайности, вот ровно из крайности надо стараться ребенка вытаскивать, все-таки показываю, что иногда, футбол погонять вообще круто, не знаю, или валанчик погонять, потому что все забыли, бадминтон, но вот в то же время, видите, как прекрасная какая-то прослойка, прекрасно душная иногда играет в настольный теннис в парке Горького, то есть люди вот понимают, что вылезать надо куда-то, вылезают вот туда, вот сюда, в питанг, ну то есть масса есть развлечений, которые взрослые люди уже для себя, так сказать, находятся как альтернативу виртуальному времяпрепровождению, это же свободное время, они могли просидеть его, так сказать, как и делается обычно в соцсетях или за просмотром сериалов, но все-таки этого не сделали, соответственно, нашли какую-то мотивацию, для детишек надо простраивать такие же мостики, так сказать, через какие-то виды спорта, то есть, мне кажется, это всегда можно, через увлечение искусством, опять-таки, реальным, с несложным достаточно объяснением, чем реальное искусство, вот объект, артефакт, отличается от виртуальной картинки этого артефакта, пусть даже со сканированной, пусть даже на 3D-принтере выполненной, сюда вот вложена эта идея, искорка божья, сюда не вложено ничего, это просто реплика, которую можно, ну, то есть, вот мне кажется, можно ребенку, так сказать, найти для ребенка, найти для своего, которого ты любишь, время, слова, чтобы объяснить и, ну, не дать ему стать таким изгоем в реальном мире. Я не совсем представитель этой эпохи цифровой, все-таки для меня религия, вполне конкретное понятие, это некий фундамент, часть, по крайней мере, фундамента моей личности, безусловно, и мне даже как-то это обсуждать немножечко странно, при этом я понимаю, что люди, родившиеся на 20 лет позже, они уже совершенно по-другому могут на этот вопрос смотреть, но мне кажется, что без веры, веры как способности во что-то вообще верить, человек очень быстро теряет способность двигаться даже, не то чтобы развиваться, просто батарейки садятся и подзарядить их больше не отчего. Вот вера для меня является этим источником постоянной подзарядки моих внутренних батареек, я понимаю, что не все, что я вижу, это все, и на этом точка, я понимаю, что, наверное, ну то есть, для меня это важная часть, правда, не вдаваясь в нюансы, а как будет дальше, будут дальше обстоят дела, я не знаю, еще будет поколение детишек, которым родители, моего поколения, передали, какое-то понимание, знание, отношение к религии, к вере, даже скорее, чем к религии, хотя религия – это некий интерфейс общения с, с верой для каждого человека, мне кажется, что она так и создавалась, это вот некий механизм, и к религии, как раз может быть разное отношение, религии много, но я надеюсь искренне, что Бог един при этом, при том, что действительно точек в ходу много, но вот не иметь Бога в душе, это совсем что-то за гранью, потому что это открывает перед человеком такие бездны, так сказать, пропасти, что дальше нельзя, можно и не остановиться, человек, который захочет туда пойти, и он просто уже не остановится, не все захотят, безусловно, многие скажут, окей, бездна, мы пошли дальше, и будут заниматься своей прекрасной какой-то бытовой жизнью, так сказать, те, кто не имея веры в душе захочет в бездну упасть, упадут так, что окружающим мало не будет, это какая-то страшная история уже, нужно ли, так сказать, пропагандировать какие-то ценности религиозные, я не знаю, но вообще вот не поделиться таким знанием и пониманием со своими детьми, например, я бы считал неправильным, вот, а следующее поколение уже, когда будут вырастать дети, у которых уже не было бабушек, которые, так сказать, просто по умолчанию, так сказать, на праздник должны были пойти поставить свечку в храм, или, так сказать, ну, по какому-то важному внутреннему поводу, так сказать, просто молились, и все, и ты это видел, понимал, окей, это есть, может быть, ты в этот момент не вникал глубоко, зачем, почему, но у тебя в голове это откладывалось, те, кто вырастет без бабушек, без родителей верующих, им, конечно, тяжелее будет намного, и если таких людей будет подавляющее большинство, что будет с верой, религией, человечеством в целом, я не знаю, мне сложно сказать, но вот тот водоворот как бы жестких очень событий в мире, которые происходят, на мой взгляд, связан во многом все-таки с тем, что духовность, этот мир, ну, покидает, я не знаю, какое-то плохое, очень трагическое слово, типа уйдет навсегда, нет, ну, просто становится меньше людей, живущих духовной жизнью, и больше людей, живущих практической жизнью, ими проще манипулировать, и они становятся мясом для войн, для, так сказать, конфликтов, для, не знаю, чуть-чуть, да, это просто вот мясо для любых манипуляций, очень-очень легко, если человек живет в материальном мире, все, тут уже понятно, какую сосисочку ему подвесить, и даже понятно, как, те самые, так сказать, СМИ, про которые мы говорили, делают это вот так вот идеально, эффективно, так сказать, технологично, даже придумывать уже ничего не надо, все работает, отлаженные как часы, ну, вот только духовность, мне кажется, так сказать, может создать некий противовес безумию, то есть вера, противовес, действительно, ну, такому беспределу, так сказать, какой-то бездне, жесткости в человеческих отношениях. Есть один такой очень, очень хороший, наверное, способ, который мне не удается использовать, к сожалению, в силу разных причин. Сто страниц книг в день, так сказать, даст, мне кажется, ту опору, как бы ту альтернативу, рваной, очень короткой и часто бессмысленной информации, бессистемной, которую человек получает через соцсети. Если, так сказать, это правило можно было бы просто ввести, включить, то, ну, вопрос по поводу, так сказать, соцсетей просто отпал бы по поводу того, что человек туда затягивает. Они, наверное, остались бы как средство коммуникации, как СМИ даже, но не как вот эта вот болезнь просто цифровой зависимости. Мне кажется, что, в общем, ответ понятен. Он действительно лежит в плоскости получения более какой-то объемной, целостной, более ценной информации. Ну, наверное, через книги. Наверное, мне кажется, что речь идет о том, что альтернативой может быть чтение. В СМИ тоже есть учредители, так сказать, интересанты, которые выстраивают как бы под определенный формат. Чем руководствуются? Да, к сожалению, объективных на сто процентов СМИ просто в природе не бывает, поэтому ту устраивающую тебя по разным причинам и по разным составляющим субъективную картинку реальности, ты должен собирать сам у себя в голове. Вот где то конечное СМИ, та конечная правда для тебя лично. Правда, она не объективна, так сказать, правда и объективна идеальная СМИ, но вот твоя личная вот эта вот лента новостная, она и твоя повестка дня, она собирается только у тебя в голове. То есть, если ты имеешь внутренние критерии, которые выработал благодаря чтению, там, не знаю, общению, той же самой вере, вот эти критерии позволяют тебе, пропуская через них поток, сформировать свое видение, ну, нельзя, наверное, иметь видение во всех областях, но вот в той области, в которой ты хотел бы разбираться, то, слава богу, вот это, наверное, есть хорошая модель. И, наверное, действительно правильно выключать свой интерес к тому, в чем ты разобраться по определению не можешь. Честно, вот я, это уже вот мой такой абсурдно субъективный выработанный, причем последние годы подход, то, в чем я точно не смогу разобраться, где меня будут вводить за нос, я стараюсь пропускать мимо какая-то большая, красивая аналитическая статья. Чем она больше и чем наукообразнее выглядит, если она не в той отрасли, в которой я действительно могу, так сказать, применить какие-то свои критерии, тем больше вероятность, что я ее читать не стану, потому что я понимаю, ну, блуд просто, скорее всего, или не блуд, но я все равно никогда этого не узнаю. Я прочту потом следующую и буду верить ей, лучше не буду читать.